Про зверей и про зверят. Обожают все зверюшки, обнимашки, поскакушки. В поле, в луже и на ветке. И родители, и детки. Каковинка приветствует наших маленьких читателей и их родителей. Оказывается, животные не только любят играть и шалить, но и обожают ласку, заботу своих мам и пап. Все-все, без исключения. И забавные страусы, и пушистые ламы, и даже колючие дикобразы. Послушав теплое и трогательное стихотворение белорусской писательницы Ксении Волоханович, вы увидите, как счастливы зверюшки-малыши и их родители. Покатушки, обнимашки. Обожаю покатушки, я у мамочки на брюшке. Сидя в сумочке-кармашке, покатались? Обнимашки. Мы не мышки, мы не мишки. Мы коалы-обнимишки. Ах, кто же не любит обнимашки? Добродушные малышки-коалы точно не против, когда мамочки нежно обнимают их. Ребята, а вы знали, что коалы очень редко и мало пьют? Всю воду они получают из листьев эвкалипта. И если для большинства животных эвкалиптовые листья ядовиты, то вот коалы давно приспособились к такой еде. А сейчас маленькие любознайки-задание. Посмотрите внимательно на картинке и найдите двух одинаковых каал. Правильный ответ. Панды-лапочки. Я вслед за папой-пандою встаю и снова падаю. С бамбуковой палочкой гуляем с ним в развалочку. Играем в кувыркалочки и скачем на скакалочке. Я доченька, он папочка. Я душечка, он лапочка. Мы мягкие, шкодливые, мы самые счастливые. Одни из самых игривых и обаятельных мишек в мире – это, без сомнения, панды. Бамбуковые медведи очень любят кататься с горок. Кроме веселого времяпрепровождения, панда таким образом избавляется от веточек, застрявших в ее шерстке. Мальчики и девочки, посмотрите, сколько милых пандочек вас приветствует. Давайте попробуем найти у каждого такого мишки свою тень. Правильный ответ. Купание носорожика. Мама-носорожеца моет сыну рожицу. Спинку и копытца славно в лужи мыться. Чтоб не лезли мушки, носик трем и ушки. Пусть у носорожки будут крепче рожки. Умница, сынуля! Мамочкин грязнуля! Отличительной особенностью этих животных являются рога на носу. Несмотря на то, что рог очень твердый, он состоит из тончайших волокон, напоминающих волосы. И, между прочим, носороги используют его не только для защиты от врагов. Основное его предназначение – это разделять кусты и заросли, чтобы добывать корм. Два забавных носорожика заскочили к вам в гости. Посмотрите внимательно на картинки и постарайтесь найти три отличия. Правильный ответ Мамин одуванчик Как похож на одуванчик озорной орангутанчик. Не соскучится сынок, если руки больше ног. Хорошо искать на спинке соли вкусные крупинки, раздвигая рыжий мех под задорный мамин смех. С малайского языка слово орангутан дословно переводится «лесной человек». Это крупная обезьяна и в самом деле похожа на заросшего волосами человека. А мамы орангутаны действительно носят на спинке своих детенышей, которые остаются с ними примерно до пяти лет. Друзья, сколько разных видов обезьян обитает на нашей планете? Отгадайте загадки и узнайте про некоторые из них. Это что за озорница? На лиане веселится? На хвосте качается, скачет и кривляется? Мартышка Густой черной шерстью покрыто все тело. И, кажется, силе ее нет предела. Лукавством природа ее наделила. Живет она в Африке. Это... Горилла. Любят прыгать по лианам и бросаются бананам. Кто же эти хулиганы? Дружно скажем... Павианы. Я зверек размером с кошку, но солиднее немножко. Ох, как добавляет рост полосатый длинный хвост. Лемур. Ребята, если вы хотите узнать, зачем мама дикобразика делает ему стильную прическу? И почему страусята несутся пулей за своим папулей? Обязательно прочитайте все стихотворения из книжки Ксении Волоханович про зверей и про зверят. Чудесные строчки вызовут у вас улыбку, а яркие и жизнерадостные рисунки прекрасной художницы Любови Ереминой-Ношин точно поднимут настроение. Приятного вам чтения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok